Добрый, 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 добрый вечер! Как обычно, удастся на ноль, Фолдсит онлайн. Те, кто в первый раз с нами и попали на обзор, на официальном сайте Волфикс вы можете подписаться на рассылки, на полезные материалы, и вместе с этими рассылками будут приходить и приглашения на этот обзор. Ссылка не меняется уже более 4 лет, поэтому сохраните ее, и в следующий раз можете просто по ней проходить без 5.28, и сразу попадете на Волфикс. Итак, не будем затягивать время по важным событиям. На этой неделе было очень много событий важных, и какие-то уже договоренности по ОПЕК начали проскакивать в общие массы. Вроде как и на рынках это все быстро отобразилось. Потом, на следующей неделе очень-очень важные события. Во-первых, заканчивается большинство... Стекает экспирация, то есть дата экспирации на следующей неделе по многим фитерсным контрактам, и в том числе и S&P, и NXRTS, и рубль. Поэтому следующая неделя будет переходная с одного контракта на другой, поэтому можно сделать паузу, передохнуть и подбить итоги за синий квартал. доходность, сколько заработали, посчитать, сколько комиссионных по сделкам, сколько сделать, ну, в общем, бухгалтерию провести и цели на мартовский контракт. Итак, события на следующей неделе. Очень часто в начало контракта, вот в первые дни, совпадают с какими-то важными событиями, либо же отчетами. Ну, и мартовский контракт 2017 года также не исключение. Из важных событий, самое важное событие, это решение вопросов на ставке ФРС в среду, 14 декабря. Очень внимательно и очень-очень рекомендую поставить в смартфон напоминание на вторник, что в среду будет решение вопросов на ставке. Аналитики прогнозируют повышение до 0.75. Если это произойдет, динамика на инструментах многих может измениться, полностью поменяться тренд, либо ускориться, если, допустим, по индексам могут идти на снижение фондовые рынки, потянутся с собой индексы, повышение процента ставки, дороже денежки, и, соответственно, уже не так много будут вкидывать те же самые займовые деньги в фондовые рынки, в разные рисковые инструменты. Итак, вторник у нас по Китаю объем промышленного производства и индекс экономических настроений Германии. тоже немаловажно следить надо за Европой, там она и так потихонечку расшатана. Так, в среду, помимо процентной ставки, ну, на неделе, еще кроме штатов, по процентной ставке будет решение и Британии, это в четверг. 15 декабря масло в огонь добавит в 12.30, поставьте напоминание на среду, что в четверг в 12.30 по Британии будет решение по процентной ставке. Если и Британия поднимет процентную ставку, либо вообще ее поменяет, волатильность просто может зашкаливать два дня. и под завершение следующей недели в 16 декабря решение по процентной ставке Российской Федерации в 13.30. Аналитики прогнозируют, что оставят на том же уровне 10%. Среда, четверг, пятница, штормовые просто дни. Дешевле будет быть в кэше, наблюдать за этим волатильным штормом, поэтому осторожнее. Можно зайти, как говорится, очень высокая вероятность и много быстро заработать, и также можно очень быстро потерять. Волатильность вещь непредсказуема. Еще раз нам напомнил фунт буквально недавно своей просто непредсказуемой динамикой. Так, еще из событий ну, уже остальные будут в тени, запасы строительства нефти тоже в среду. И, так, 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 ну, пятницу, число выданных разрешений на строительство. Это вот из тех, которые нас ждут на следующей неделе, очень нужно не пропустить их, наблюдать, но не лезть в этот момент, особенно во время, либо незадолго до выхода отчета, результатов. это может быть очень плачевным. На следующей неделе мы уже можем официально завершить период рейтинга, то есть, квартал зафиксировать и установить лидеров, талантливых трейдеров, которые занимают почетные первые места и озвучим этих ребят. Можем сейчас пробежаться по рейтингу некоторые инструменты посмотреть за неделю. Вот, ну, я думаю, что если на следующей неделе мы будем оглашать результаты, то так, ну, это за неделю в S&P это уже S&P автоматом перешел на мартовский контракт, поэтому не удивляйтесь, если вас нет в рейтинге. Кто-то еще в позициях, рекомендую уже с мартовского контракта сворачивать позиции, и открывать уже на то есть на декабрьском закрывать, а на мартовском лучше открывать позиции. То есть, если все-таки полезете на следующей неделе работать по основным фишерсным инструментам, то лучше сразу включать мартовский и не пожалейте, потому что потом надо будет зафиксировать на декабрьском, а уже мартовский в полном разгаре, ну, в общем, на декабрьском уже делать нечего. Вот так вот StockMoney новый трейдер появился и показал всем, как надо торговать. По большей степени выхватил этот пролет на еврике. Я смотрел там скрытые декабрьский хитридер хитридер начиная с 6-7 числа просто вот чуть ли не по самым верхушкам идут. Очень крупные объемы и даже если посмотреть дельту, да, в принципе, посмотреть, что тут. Вот она, красавица по еврику. Вот, смотрите. седьмой исхла, 8 тонн было, дельты, плюс там на самом пике очень много будет. Причем лучше давайте поменьше таймфрейм сейчас включу, если интересно. Если что, остановите меня, продолжим по обзору. Вот, седьмое число. Сейчас появятся данные. вот, обратите внимание, рост сопровождался шортами. Два часа они шли на покупку, но все шортили, собирали, как будто знали, что будет вот такое интересное решение. Вот эта точка и потом непредсказуемая волатильность. Рассчитать насколько именно они будут бежать за стопами, это практически невозможно. Сегодня на 100 и завтра на 50. То есть это непрогнозируемая ажиотажная активность. Вот такие у нас активисты по еврику. Итак, начнем с NP, как обычно. Если вы торгуете с NP, мониторите его, то не удивляйтесь, автоматом программа уже перешла на мартовский. Сейчас полмиллиона оборот за сегодня на декабрьском. 249. Объем больше на мартовском, поэтому можно спокойно торговать на мартовском контракте. открытый интерес сейчас анализировать попросту нет смысла. он набирает обороты, здесь он тухнет, потому что все фиксируются. Сегодня мы открытый интерес даже учитывать него и и так идем дальше. Здесь клейка контрактов кнопкой match contract. Да, кстати, кто еще не знаком, это классовый профайл professional symbion кластерного графика, профильного графика и возможность комбинировать несколько типов данных на одной котировке. Допустим, с одной стороны объем либо сделки либо delta процент вот здесь второй классер можно добавить 8 ну комбинировать можно вариаций много и нужно еще провести настройки правильно, чтобы они хорошо отображались. Итак, отключаем склейку и смотрим чисто мартовский контракт, что у нас там по активности. Итак, и так, и так, у нас идет в основном delta за эту неделю на байерах суммарно и даже пятница висит на максимуме недели возможно специально тащат наверх, чтобы все это дело потом стряхнуть аккуратно на шорт и повыше забраться на 22.50 все-таки вот посмотрим, ну будьте осторожны, не рекомендую лезть когда начинается шторм на рынке, а в среду это как раз и будет. Козь, оно будет вечером, потом на следующий день Британия добавит и в пятницу еще процент наставку по Российской Федерации. Итак, давайте возьмем на прошлом контракте зафиксируем ключевые локации и их будем использовать в ближайшее время, пока уже на новом контракте не сформируют более надежную площадку, четкую платформу, точку отчета, как бы сказать. итак, итогово, где у нас там TPO, ставим 40, ядро, финишный вариант, сформировали 2120, 2147, 2150, плюс-минус пару баксов не помешает. И промежуточная тоже немалая активность была, здесь 2207. Пока выделим качество поддержки, так как активность по итогу толкнула цену на север. и будем смотреть, как новый контракт относительно 2190 будет себе вести. Сейчас мы, кстати, это проверим. 46 цена, а на старом 51. Ну, в обычном среднем у них такая разница 4, 5, 6 долларов. Так, потом, значит, 2190, 2207. это вот эти несколько массивов я в одну локацию совместил. Потом вот здесь до загрузка с целью на север возьмем отдельно выделим 65, 75. Прям до 60 можно захватить уже. Тут несколько массивов, вот мы их самая ликвидная активность пришлась недавно сбросили прям до 20-30 это минимум контракта и контрольный уровень. Если следующий контракт мартовский будет идти ниже 20-30 уже с покупками проблемы и позиционно вам тоже не стоит против состава идти. То есть первый важный блокпост это ядро контракта он разбивает на активность байеров селеров то есть топовый диапазон но вот предварительно должны удержать хотя бы эту локацию чтобы сохранять дальше динамику на рост ядро здесь немножко шире можно поставить 2150 смело 2155 тут просто три таких крупных локаций и чтобы не ставить много линий лучше некоторые уровни объединять 2155 вот то есть раз массив тут массив здесь массив объемный и потом это все дело сбросили технически 2080 адекватная торговля была до этого уровня но неадекватная еще сходила на 50 долларов ниже потолок и на мартовском контракте выделим промежуточные первые росточки объема сегодня и вчера 42 по 48 первая локация где более-менее сформировали 22 42 22 48 так от декабрьский контракт 15 минут сейчас закроем 7 числа очень сильно старались и штаты грузили в понедельник практически на том же уровне и вторник грузили среда уже отрывалась от этого массива то есть стартовая массивность была ядра ядро недели 22 2201 с половиной я как раз в аккурат под конец контракта приболел наверно нервы уже сдали с этим снт вот и практически не участвовал на этой неделе не мониторил что зима это так потом объемы очень набросали на максимуме среды их же защитили причем откровенно очень откровенно тут нужно было постараться не заметить до 22 40 вот они и как-то не смело закрыли четверг ну пятница естественно практически без объема прошла вот то есть ориентируйтесь на уровне следы в основном они чтобы максимум неплохо набросали то есть 22 32 давайте посмотрим сейчас на мартовском где там эти локации не бросили ну практически рядом да тоже 32 35 вот здесь как раз разгрузили максимум среды чуть чуть ниже вот они вторую локацию забрали ну по объему фактически совпадает таким образом ждем среды если понедельник зайдете в позицию не столь страшно но на мартовском контракте желательно это делать чтобы потом не кусать локти не фиксировать в пятницу на экспирации прибыльную позицию во вторник посмотрите что происходит если позиция достаточно хорошо ушла от точки входа то можно еще попробовать пересидеть процентную ставку по штатам есть подозрение что они и все таки не двинут под новый год берут они на проверку как рынок будет ожидать они в принципе стараются не соответствовать ожиданиям чтобы не скучно было поэтому зиму как-то протянут потом уже после зимы могут и поднять но если все таки произойдет изменение причем могут и по не понизить снова обратно это же фрс так ядро на офис x 29 96 30 58 европейские инструменты переходят более четко не начинаем заранее перекидывать объем поэтому тут пока экспирация не будет будет хорошо хорошая итак возьмем активность на декабрьском еще было вот шестого седьмого на покупку промежуточная локация 31 40 как раз после пробития там скорее всего было такое небольшое кладбище стопов и вот лично собрали тоже немножко притормозили динамику ну пятый день роста я думаю вот поэтому по физ x можно смело брать как контрольный уровень на ядро 30 52 по 30 10 это ядро контракта поддержка очень активная извините немножко насморк неплохо защищались мы неоднократно это отмечали 29 44 29 64 четыре раза даже видно по ликвидности постоянно подбрасывали объем чтобы не пустить ниже и вот промежуточная 31 40 мы уже отметили 31 26 до загрузка на покупку фактически если на следующую неделю будет откровенно удерживать хотя бы не ниже в этой локации корректировку в принципе вкусно взять и до среды можно все-таки на два дня зайти среду аккуратнее там если в котировка будет здесь то можно состоять уже там вряд ли будет такая гипер жесткая волатильность среду аккуратнее сейчас посмотрим ситуацию на мартовском ну в с x и контракт был такой никчемный это наоборот очень тяжело работать в таких контрактах по сути вся основная котировка контракта это такая вот туда обратная динамика постепенно чуть-чуть подрастает но вот такие вот ну и в принципе по фундаментальным причинам и brexit и постоянное внимание и на германию начали уже смотреть да и на италию и страна францию еще не дергают так вот к ситуации на фис x то есть стремительный пятидневный рост в принципе те кто покупали крупненькие им на руку такое движение как раз под экспирацию здесь могут спрыгнуть в легкую и зайти на мартовском поэтому мы в следующей неделе уже все смотрим мартовские контракты так да тоже была тяжелая осень более-менее формировались площадки и потом на два-три дня тащили пока всех не не выбрасывали тоже массив вроде все тип топ и потом на четыре дня просто во все тяжкие то же самый массив и во все тяжкие прям на целую неделю в общем не давали покоя не на даксе и ушли на самый верх очень постоянно вот ликвидность уже повышена немножко уровне еще чуть-чуть и будет даже больше чем нужно пробили 10 800 и уже на 11 214 декабрьский контракт промежуточная локация может спекулятивно пригодится на покупочки какие-то коротенькие такие быстрые но ядро смело фиксируем 730 даже не 730 а 710 вот по пятьсот десять тысяч пятьсот пятьдесят пять пускай будет хорошая цифра ну более плотнее ядра у нас 600 конечно но пятьсот пятьдесят пять куда более интереснее здесь также поддерживали выше десятки всеми силами стоит отметить и вот эту локацию 10 225 10 300 сказал 300 вот и еще одна поддержка здесь уже более спокойно заходили 360 435 мы видим здесь разворот формировали здесь целую площадку оставили даже попрощались крышку контракта пробили 10 800 и стремительно ушли также на рост две сессии стоят если понедельник будет возвращаться на 10 10 700 вполне ожидаемая ожидаемая динамика это декабрь фиксируется и смотрим март 17 дорогие посетители в чате совсем вылетел из головы кто смотрел в расписание российской бирже на новогодние праздники даты выписывали когда работают когда не работает ни у кого нет такой информации сейчас под рукой где-нибудь тоже не смотрели в общем рекомендую заранее припастись этой информации чтобы планировать свои каникулы здесь ничем не хуже себя ведет ртс ну и хорошо на мартовском уже сто десять шестьсот шестьдесят но тут четыре дня прям просто оставляют в основном шорты три дня шортили там еще вот покупки пошли на верхушке но это еще не существенные объемы поэтому на них операция либо как-то их понимать не стоит так декабрь уходит в историю пока еще ведь активность есть и она будет скорее всего чуть-чуть еще на следующей неделе до 15 числа как по привычке потом начнут перепрыгивать но будет уже поздно что на мартовском контракте эта цена уже будет не столь актуально вот зайти на мартовском на верхушке если будет сыпаться всю зиму смп то можно неплохо прокатиться на шортах и так по последней динамике стоит 30 число выделить здесь отчетливо по агрессором прошлись три сессии подряд в одной и той же цене валят 105 300 сейчас покажу еще на рубле там на споте прям не стеснялись вот одну цену паковали даже вот на третью сессию по ту же цене разместились и так как видите плотно активность на покупку также на макушке у нас провели и 108 200 109 200 возьмите на всякий случай в качестве возможного уровня поддержки но чисто для мониторинга то есть сработать с этим уровнем не совсем надежно под конец контракта и защищать его на декабрьском уже некому будет поэтому ликвидность идет ровно соответственно системное толкает наверх манипулятивно будут видимо корректироваться на следующем деле также и сценарию на индексах вот которые мы сейчас пробежались посмотрели они на макушке откроются в понедельник дергаться особо не будут на шорт как раз наоборот пощепить пощекотать нервы предсказуемо набежавшей толпе который будет шортить и до среды могут простоять в коридоре просто жестким флэтом и это будет еще хуже во флэт лучше не лезть так это вот активность нас на артесе на мартовском в основном но это могут быть арбитражники которые на разных контрактах воюют поэтому тут они купили там они продали и дельта может спокойно вас завести просто до безумия пока дельта в общем за неделю была на бояре буквально там 6 число отключилась это никаких особых по динамик изменений не произошло дальше покупать неделя неподходящая в принципе если после среды еще более менее как то рынок будет в районе 103 104 почему бы нет если нефтянка будет соответствовать но лучше уже переждать за шторм потом уже спокойнее будет и всех денег не заработаешь так 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 10 106 600 к сожалению я не предсказатель мы здесь просто уровни выделяем их примерно просчитываем кем могут быть сценарии правильно ли просчитаны сценарии это уже где там модуль все равно чтобы я не говорил думайте сами перепроверьте правильно выставьте уровни сетку так как вы должны ее выставить и принимайте решение самостоятельно так рубль в общем здесь также заканчивается контракт пытается пощупать шестьдесят вторую по открытому интересу тут сбрасывают постепенно и на март уже подбрасывают самая не торговая неделя в последние две недели вы можете даже не лезть это дешевле будет и спокойнее уже оборот 136 тонн за сегодня прошел дельта фактически близко к нейтральной никаких особых дисбалансов крупные рубежки нет попросту потихонечку скатываются пока идет котировочка нефтянки в правильную сторону так поэтому смотрим еще и спорт выделим прошлого контракта важнее ские уровни очень важнее ски вот такие расторговки самая песня вот так формируется нисходящий ну либо восходящий равноделенный канал массив два-три дня стоит потом денек два падают массив снижение массив снижения системно можно работать на таком рынке можно даже не переживать особо но как только закончился октябрь сразу началось безумие по волатильности ускорились и по ликвидности тоже потолок защитили 67 вот здесь бросили все силы поэтому стратегически важная локация 66 250 видите тут открылся контракт и защищали просто две сессии повышенный объем был 250 850 смело берите как тактически важную локацию здесь защищали не пускали выше бросили все силы повышенная ликвидность так ядро 60 4 400 по 63 250 минимум протопали сегодня и это не есть хорошо ну в плане пятница так закрылась не очень вкусно то есть для шортов нужно будет ждать пока понедельник откорректируется до 5 четверга и потом там ждать позицию в общем скучно придется подождать и в мартовском контракте объемы сегодня 136 тысяч 136 тысяч и в принципе вот 3 денечка оставили массивность небольшую как ориентирный диапазон и вот промежуточная перед шортом 64 620 по 860 смотрим споте ус в 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 За квартал. Уровни и сразу выделяем наиболее часто и проторгованную, и объемную локацию. 64.50 по 65.20 берем как ядро, но немаловажный и тоже стоит обращать внимание на него. Второй уровень как раз чуть-чуть ниже C4, 63, 65. За счет того, что здесь стояли несколько сессий, тут несколько сессий защищали и на четвертый раз уже не защитили. Последний блокпост на споте еще не пробили. Обратите внимание, где находится спот носительно важных уровней, а где находится фьючерс. Фьючерс уже контрольную точку минимум пробил, а спот еще пока висит в диапазончике. Соответственно, может спокойно фьючерс обернуться по сторонам и посмотреть, что он уже спот немножко опередил и вернулся в исходную точку. Давайте посмотрим по дельте. Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас посмотрим... Еврик, фунт, франк по просьбе... Михаила нету, наверное, сегодня. Он там иеной торговал как раз последние несколько недель. Интересно, чем закончилась битва с локацией 65.22. Тут прям несколько дней подряд, обратите внимание, одна и та же цена три дня подряд. Либо здесь размещаются, допустим, вот тут у нас была три дня подряд по одной и той же цене. Ну, явно это не подросток открывает позиции. Тактически стоит задача там продавать и все. Была активность на этом снижении с 65 по 64. Защитили также уровни, где были все-таки дельты на шорт. И, в принципе, разбежность спота с фьючерсным контрактом в том, что спот еще не осмелился шагнуть ниже. Фьюч уже шагнул сегодня, он ниже. То есть, де-факто идет как бы раскорреляция по контрольным точкам и вполне может кто-то из них не успевает. Кстати, ЛЧИ когда заканчивается? Кто участвовал? Чего там интересного было? Так, Еврик. Еврик за почти год, а нам нужно только сентябрь. Открытый интерес падает само собой, конец контракта. И шортили они с 30-го, 11-го. То есть, тут практически все сессии, кроме этих двух слабеньких, все это было дело на шортах. То есть, со дня на день, две недели могут, предыдущий период был две недели, но там хоть падали, а здесь рос. Скорее всего, вот эти последние маневры были на сброс стопов. Все, что вышли 0.7 и дошло до 8.8.8. Дельта неплохая, 9 тонн сегодня даже, после четырех подряд дней сейлеров. И это стоит учитывать. Ядро контракта по Еврику. Сосредоточено на макушке и его даже не перенесли. Не смогли сместить ниже, а существенные объемы прошли. Промежуточная площадка у нас 0.96. Пока мы ее отметим в качестве сопротивления 0.9. Нужно, чтобы прошли этот уровень, тогда уже можно будет снять. 0.5.95 по... Отметим пока, как последняя инстанция по поддержке. И равносильный по значимости с первым массивом. То есть, фактически два ядра у контракта. Вот интересная динамика была. Прямо на минимуме так... Сбросили все, что зашортили вот здесь. Как четко видно, да? Вот это действительно активность хорошая. Коммент. Ну, я вот посмотрел, Еврик в последнее время либо теряет популярность и с него просто трейдеры уходят на другие валюты. Либо все-таки ввели какие-то блокираторы этих высокочастотных разных аферистов. Вот. Вообще, ну... Не, я считаю это немного неправильно. И роботы торгуют, и люди... Отдельно подразделения роботов. Пускай роботы между собой там покупают, продают. Посмотрим, почему это все закончится. То есть, это немножко нечестно. Преимущество лишь в скорости передачи информации от биржи к торговому серверу. И, значит, он уже побеждает. Ну, в битве все способы, как говорится, пойдут, но... Это не отображает реальную ситуацию на экономике и неадекватная динамика спроса и предложения. В случае, если их будет очень много. Так, 0.645. Два дня вот так вот. Они прям кланяются в 55-ю. Возможно, даже пробьют, так как динамика только усиливается. И по объему. Смотрим, сейчас мартовский где у нас. Мартовский еще слабенько по ликвидности. Будет переходить на следующей неделе. Так, пока все более-менее в рамках приличия. Был массив на покупку, но задушили селлеры. Прям вот с массива сразу и начали. Буквально дали продохнуть до 77-й. И на этом все. Фунт. Метим ядро. На почетном своем месте. 1.25 по 24. Вот. Британцы молодцы. Ровненько, аккуратненько разместили ядро. И не нужно всякие там тысячные учитывать. Тут немножко подкачали, буквально чуть-чуть. В принципе, даже не подкачали. Вот все четко. Там тоже объем бросили. 22-23. Прям вот массивность. 1 неделька, 2 неделька, 3. Четвертая ушла. Тут фактически неделя, неделя, третья, четвертая ушла. Хорошо, ступенчато идут. Первое сопротивление встретили. Кто шортил, тут признавайтесь. Ну и последний по сопротивлению уровень. 304, 297. Фактически, если еврик сюда доходит, вполне можно немножко передохнуть, потому что это немаленький путь. 22-й на 35-ю. И здесь первые массивы контракта. То есть в сентябре вот здесь набросали объемов. И, как я и обещал, на недельку, на две точно будет какая-то динамика. Ну, в принципе, получилось 1, 2. Все, третья неделя уже остыла. И франк. Пока франк я сейчас добавлю. Друзья мои, сделки по хаю, по минимуму. не предмет для... Самое главное результат за квартал. Где он открыл позиции вообще кто-либо? Если держал себе в руках, если не нарушал свои же правила, не отклонялся от стратегии, ничего не косячивал, закрыл контракт в плюсовой зоне с расходами, со всеми амортизацией, со всеми расчетами. Все. Значит, есть чему поучиться, есть на кого равняться. Если по хаю открыл позицию, это рисковые точки входа. Очень рисковые. Самые такие труднодоступные денежки хранятся на максимуме и на минимуме. Это, представьте себе, сколько терпения нужно иметь и расчетность, чтобы, допустим, вот, рынок недвижимости купить на самом минимуме недвижимость, либо продать на самом максимуме. То есть, где этот максимум, может еще, может еще и так далее. Это затягивает до фактически уже либо пересидели, либо несете убытки. Это индекс трамповского доллара. Я уже отметил тут уровни. 96.3, 96.9. Аккуратненько подбросили дровишек на рост. Здесь еще удержали. Все как положено. И, видите, на максимуме нужно срочно было расширить. Прям не в моготу пришлось добавить срочно ликвидности. Тут три недели байеры эрудовали, тут две недели байеры. Потом на макушке скинули. Это видно даже по дельте. Пока. Снова та же команда на рост работает по дельте. Видно. Но, опять же, стыки контрактов, когда один заканчивается, а второй начинается. Может быть, такая неразбериха, что... Либо запутаетесь, либо накосячите, так как информацию неправильно воспринимали. Так, на матовском у нас даже по фильтрам что-то проскочили. Вот, на соточке. Видите, прям валят через пару недель, через месяц. Тут же заширтили, здесь заширтили. Видимо, очень хотят заширтить по сотке индекс. После выборов почему бы и нет. Так, ну вот, новые сессии, которые сегодня были по индексу 7 тонн и 15 на 5 число припал. Франк. Мистер Франк. Ну, по Франку там картина не должна сильно от Еврика. Так, смотрим. Так. Возьмем прям чистую по датам. Декабрьский контракт. И дырнули под единичку. Бессовестные. Так. 9,85 по 99,2. Под единичкой стоят. Видите, очень так нагло. И в любом случае уже четвертый раз подходят на минимум. Если первый раз подходят, еще можно пободаться и попробовать взять. Подходит второй раз, уже нужно подумать. Третий, четвертый, это уже точно не к покупкам. То есть, атакуют уже четвертый, пятый раз уровень. Лучше подождать, уйти в сторону, пересидеть этот очень коварный момент. Пятый, шестой подход обычно уже задушит уровень и продавливает. Так. Массивность на 99,20. 98,50. Потом. Три сессии тоже не маленькие. Такие более объемчики. Как раз нужно было расширить единичку. И... Вот. Обратите внимание, котировка франка. Кто на валютах торгует? Нельзя сказать, что она слишком хаотична, либо слишком неправдоподобна, либо какая-то абсолютно сумасшедшая информация. Здесь аккуратненько. Массивчик спустились, массивчик спустились. Никакой волатильной не тушни. Все спокойно, как в старой Европе. Промежуточный объем бросили. Аккуратненько котировочками. Соответственно, работать проще, легче, спокойнее. А теперь включаем еврик. Вроде как бы они там рядом должны быть, но еврик явно будет не так похож на франк. То есть... Вроде они даже рядом находятся географически, но... Совсем не обращают внимания на биржевые СМИ. Им нужна конкретно какая-то определенная тематика, которую им нужно популяризировать. А инструменты, которые не трогают журналисты, это прямо вот оно. Классный профайл, профессионал по дельте. Сейчас глянем, что там. Так, здесь как бы особо не унывают. Была продажка, она и себя хорошо показала. Вот смотрите, технично по дельте, как работает франк. Аккуратненько бросили объемочки по дельте. Действительно пошли на шорт. Покупали-покупали, защищаются и снова идут вниз. Сколько тут уже? Третью... Ну, вторую две недели уже стоят в коридоре. Но дельта пока не возвращается на сторону байеров. Идет переменным успехом. С учетом того, что фиксировались продавцы по минимуму. Да, вот видите, вчера и сегодня... Вчера и позавчера на матовском даже что-то открывали на 200 контрактов на рост. Сегодня, видимо, они пожалели об этом. Ну, в общем, пробуют люди уже на новом контракте заходить. FGBL. Он у нас самый топовый объем в мартовском на данный момент у нас на четверге. Вот он. Вот он. Теперь мы видим все еще. Так... Тоже аккуратненький инструмент. Европа. Где вы еще такие равноуделенные каналы можете найти только на FGBL? так экспирация тоже носов более точно по FGBL не скажу вот но агрессивно начала идти дельта вот на стороне селлера прям на минимуме вот здесь вероятность того что продавятся такие очень высокая соответственно индексы начнут тянуться наверх если бандяки падают значит индексы будут только расти посмотрим только ZDN бестилетку попросту времени хватит остальные вот Econaday где смотрю новости экономический календарь FOMCO PETROLLEUM все в красных ординах видите вся среда такой же календарь есть на другие страны сразу то есть по всем странам это чисто на Штаты так еще не настраивал я бандяку облигациям так 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 да 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 Сейчас мы уже чуть корректируем. Все объемы пропали, уже на марте они торгуются. С тридцатого числа включаем склейку и выделим сейчас уровни. У нас еще осталось золото, нефть. Дельта на новом контракте пока в основном лидирует на селере. Даже просто по количеству закрытых сессий, кто суммарно побеждал. Дельта на новом контракте. Так, 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 так. Даже пока можно смотреть. Будем ждать среды. Пока затаились очень-очень подозрительно на бандах. Ну, как минимум площадка стоит вторую неделю, это хорошо. Надо дисбаланс хотя бы до 125. Там уже будет понятно. Ну, позиционно сбросить ту либо в другую сторону с такой площадки просто за милую душу. так. Поэтому осторожненько. Тут очень уж напрашивается прям выброс топорей. Плотненько стоят и тут три сессии, и тут пять сессий. Того восемь сессий просто стоят в коридоре. Ждут процентную ставку. Вот. Если не поднимут, могут еще немножко ниже сходить. Как только пробивают 126, уже продавать точно не надо будет. Искать даже. Так. И бренд. Так. 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 Вы знаете, спор ваш, почему она прибыльная, неприбыльная. Попросту, ну, он не нужный. Кому-то, глядя на график, вполне получается понимать, что происходит на рынке. Кому-то нужно, как мне, много мониторов, чтобы сразу видеть разные направления информации, тогда понятнее становится. Кто-то по наитию открывает, кто-то просто сливает кэш в финансовую трубу. Поэтому, кому что подходит, в принципе, если логически подумать, какие данные являются первичными и какие косвенными, либо вообще синтетическими, тут, как бы, даже нет дискуссии вместо просто. То есть, поэтому не пугайте Свету, она только, видимо, изучает вопрос. Не лишайте ее такого интересного события, изучать какие-то новые направления. Сейчас я вот тоже начну фондовый рынок более уже так конкретно именно на пакетное размещение изучать. То есть, интересно, на месте не стоять. Так, по бренд. Это у нас, сейчас я склеечку сделаю. Забыл наш контракт нажать. Сейчас мы склеечку посмотрим. Три дня что-то открыли, толкнули котировку на 55. И... Баса, все. Причем сразу. Вот уже 2-го числа. И пониже, пониже. То, что там фиксируют после роста, само собой, но котировка не падает. От этого дисбаланса это очень... Два основных объемных, даже 2,5. На что стоит обратить внимание в ближайшее время? Это расширение 54,50 и 53,30. Вот этот коридорчик. Могут болтаться здесь сколько угодно времени. Уже второй раз подходят к этой локации. Тут в среду еще запасы сырой нефти, плюс процентная ставка. Посмотрим, как они будут считаться с этой 55. Тут, как видите, в основном идут целлеры. 10 тонн бросили вот только на этот рост. Остальные все дельты были на шахте. И, соответственно, желающих особо покупать пока нет. И вполне мы можем видеть часть модели прощания с 55. Вполне может быть. Хотя нефть добывать все дороже и сложнее на планете. Хоть и сражаются за обороты, вернее, миллионы баррелей за период. Сократить просто добычу. Можно всю сразу выкачать и пораспродавать. А можно постепенно и не спеша. Так, ну, 53,30, 54,50. Потом 47. Ровно по 47. Даже 48 тоже ровно. Такие важные уровни. То есть здесь удерживают. Не пускают ниже. Здесь удерживают. Не пускают выше. Такой вот пинг-понг. В общем, 54 пробьют наверх. Соответственно, мониторим первые две сессии на предмет ложного продбоя. То же самое с 45,5. Ну, в первую очередь, если вернуться на 50-ю, в зависимости от того, как понедельник, вторая среда растрагуется, если, де-факто, вот такими же быстрыми шишками на исходную, на 48-ю, тогда 55-ю еще будет... Нужно будет подождать. Но то, что висят вот между 55 и 53, вот целую неделю не падают, это уже интересно. Давайте посмотрим на селечку, что там у нас. Давайте посмотрим на селечку. Пока грузятся данные, такую интересную концепцию, вот как зовут этого сейчас очень популярного якобы конструктора, который Tesla продает, неважно, я думаю вы меня поняли. Какое-то интервью с ним мне сбросили, где он рассказывает про, не имеет значения, так как он особо не конструктор, этот двигатель уже давно придумали электрический, а в космос летать попросту незачем, тут воды пресной, энергии на планету не могут обеспечить, зачем туда летать, в этот космос. Так вот, теорию, что наша жизнь это якобы компьютерная, огромного компьютера симуляция, то есть мы компьютерные герои, и наши хранители тел, кто играет за джойстиком, они находятся не на этой планете, а возможно на соседних планетах, либо даже еще дальше. Так, в принципе, если пофантазировать, то в таком случае можно все что угодно увидеть и подбрасывая монетку, зарабатывать на финансовом рынке. Такая, как концептуально интересно поразмыслить. Мало верится. Так, вот такая у нас дельта на CL, причем все больше присматривайтесь к LightSuite, по ликвидности тут в разы больше обороты, чем на бренд. Обратите внимание, сравнение по ликвидности. Вот пиковая 490, и это в в 23 раза больше, чем средняя ликвидность, а на CL, то есть в 2 раза предельная ликвидность выше на CL. Поэтому, ну, в принципе, бренд как источник нефтескважина Северное море уже там изжил себе, там вообще очень мало добычи идет. Просто марку оставили, как бы по привычке, по традициям. Вот. И как бы бенчмарк по нефти, ну, якобы остается за бренд, но я думаю, что операторы, нефтетрейдеры крупные, они уже на другие бенчмарки смотрят. Итак, здесь такая же картина, уперлись в потолок 52, 25, 51,85, и держится пока на месте. По уровням сейчас выделим. Значит, основной за квартал, это у нас вот, пришелся у нас на 46. 46, 44. Тут очень много времени проводили осенью, очень много. И интересные локации вот здесь, очень быстренько так подгрузили 49. Девятую, маленький маневр за три дня сделали на снятие стопов, вот этот, протестили 46. И стоят на макушке контракта, прямо вот впритык. То есть, похоже, что первого раза не получилось пробить, либо понедельник может сигануть уже на 47. То есть, поэтому во всеоружии поставьте alert. В Волфиксе это делать можно вот так. Просто ставьте цену. Все, alert 49,85 и 52,30. Все, два alertа следит. Во всех модулях есть эти alert. Самое главное, не наставьте их очень много, чтобы не запутаться. Золото и будем прощаться, потому что уже... Срок службы батареи это не открытие. Это просто... Все равно, что... придумали как лошадь эксплуатировать чтобы она быстро не не подохла плюс технологии я считаю действительно открытие когда они попадают в народ и доступны всему народу планеты допустим вот как интернет те же самые более дешевле лекарства и так далее а Тесла за баснословные деньги с просто аккуратно эксплуатируемой батареей это не открытие, я вам просто хочу сказать просто такая театральная маркетинг-продажа дорогой тачки так, здесь у нас на золоте, прямо как Армагеддон ушли на этой неделе давайте сейчас посмотрим более масштабно так, за 255-275 за квартал то есть это не именно последний контракт склейка вообще за осень гиперплотно проработали этот коридорчик обязательно возьмите потом прям откровенно 4 сессии даже 5 сессии штурмовали 3 двойки 22,8 я так понимаю я так понимаю к нам Светлана не супруга случайно Илона Маска так защищайте его просто просто сказал свое мнение что молодец умный парень дело то что так вот у нас площадочка на золоте на слабой конечно ликвидности ну как слабая на рапоча уже топ угас ну и в принципе вот подозрительно очень формируется сама модель очень очень на золоте разные модели причем вот где где на золоте очень периодически меняется модельность вот расторговок тут прям целыми неделями просто стоят потом одну сессию выделяют на какое-то движение и снова стоят как озлобленные ежики видите четвертая уже ступень после вот этого расширения 255 и ждут видимо сигнал ну тут ликвидность даже под линейку идет соответственно что здесь тоже ждут они контрольный триггер я думаю в среду будет этот триггер дан всем рынкам и либо не дан либо они всех обведут вокруг пальца не поднимут процентную ставку не понизят процентную ставку скажут что безработных стало меньше это хорошо давайте плясать вокруг елки отмечайте праздники в любом случае как там будет среду будет среду вам хороших выходных с наступающими праздниками во первых и до следующего сайт онлайн жду всех снова в 20.00 запись на youtube на официальном сайте на facebook даже на google plus вы сможете найти как минимум на выходных завтра либо сегодня либо даже воскресенье всего на лучшего до свидания пока спасибо я думаю на выходных уже выздоровели до следующего до следующего Продолжение следует...